Добрый день, уважаемые друзья! Мы продолжаем работу в онлайн-режиме и сегодня предлагаю вашему вниманию небольшую экскурсию в Фонды Государственного музея искусств Республики Казахстан имени Аблхана Костеева. Наш музей является крупнейшим художественным музеем Республики Казахстан, а также всемирно известным научно-исследовательским и культурно-просветительским центром в области изобразительного искусства. Основным и главным направлением деятельности любого музея являются его фонды, так как фонды являются основой для реализации всех направлений музейной работы. Фондовая работа включает в себя ведение строго учета, правильное условие хранения и непосредственно само хранение собранных культурных ценностей, ведение научно-исследовательской работы, консервацию и реставрацию произведений. В этом году нашему музею исполняется 85 лет. За все это время в его фондах собрано более 25 тысяч музейных предметов. Хотелось бы отметить, что по художественным достоинствам и ценностям которых наш музей по праву завоевал репутацию одного из лучших собраний на территории страны Сунгэ. Основную часть собрания представляет изобразительное и декоративно-прикладное искусство Казахстана. Коллекция Западной Европы включает в себя подлинные произведения художников, начиная с XVI века, Италии, Франции, Голландии, Фландрии, Германии, Англии и Австрии. Музей также обладает уникальной коллекцией русского искусства, искусства XX века и стран Востока. Музейная коллекция размещена в специально оборудованных хранилищах. Всего в музее 16 фондов хранилищ. Все музейные предметы хранятся отдельно по видам и материалам. Вся коллекция музеев и хранилищах разделена по следующим видам хранения. Живопись старых мастеров, древнерусское искусство, живопись Казахстана, графика Казахстана, фонд графики зарубежных стран, фонд ювелирных украшений, фонд изделий из кожи, ткачества, войлока, современного декоративно-прикладного искусства, фонд прикладного искусства зарубежных стран, а также фонд скульптуры. В фондах хранилищах музея все предусмотрено и продумано для правильного хранения произведений искусства, оборудование изготовлено из прочных материалов, то есть из металла и сухого обработанного дерева. Все помещения, предназначенные для хранения музейных предметов, соответствуют всем требованиям параметра. Выдвижные щиты для живописных произведений, двух- и трехъярусные стеллажи, специализированные шкафы-витрины, шкафы и столы для графических работ, балы для тканных ковров и волочных изделий. Все хранилища оборудованы пожарной и охранной сигнализацией в виде наблюдений, а также двери фондохранилищ опечатываются непосредственно ответственными хранителями. Специалисты музейного учета и хранения фондов – это уникальная специальность, опыт которой накапливается годами. Персонал данного подразделения – это специалисты с большим опытом работы, очень преданы своему делу, и многие из них работают в музее более 20-30 лет. Неоднократно прошедшие стажировки в зарубежных художественных музеях, специальных учреждениях культуры, знающие и разбирающиеся во всех тонкостях фондов хранительской, учетной и реставрационной работы. Основная задача отдела хранения состоит в обеспечении сохранности музейных ценностей, а также в создании благоприятных условий для их хранения и изучения. Для создания нормативно-температурно-влажностного режима помещение оборудовано системами кондиционирования с фильтрами очистки воздуха и функцией его увлажнения и сушения. Централизованная подача воздуха, соблюдение влажностного и светового режима, измерение температурно-влажностного режима – все это способствует правильному хранению коллекции музея согласно инструкции по хранению культурных ценностей Республики Казахстан. Допустимые нормы температуры – 18 градусов, влажность не должна превышать 50-55%. Для регистрации температуры и влажности воздуха в каждом хранении установлены специальные аппараты. Недопустимо попадание прямых солнечных лучей на все виды материалов. Практически во всех хранилищах, за исключением фонда живописи, отсутствуют окна. Графические произведения наиболее чувствительны к действиям света, поэтому они хранятся в микролитной бумаге, в специальных ящиках с выдвижными лотками, тканые вылочные ковры на валах, предметы декоративно-прикладного искусства в отдельный шкафах. Живописные картины в рамках хранятся на стационарных выдвижных щитах и стеллажах. В экспозиции же для защиты попадания прямого света на произведениях на всех окнах имеются жалюзи. Помимо соблюдения температурно-влажностного режима для обеспечения сохранности мягкого инвентаря, немаловажным является обязательно просушка и проветривание изделий из войлока и тканых предметов в летнее время, а также ежеквартально обработка всех фондов и экспозиционных залов. Музейные фонды подлежат строгому государственному учету, поэтому все поступающие экспонаты в обязательном порядке регистрируются в секторе учета музея, составлением соответствующих документов с присвоением порядкового номера. Фонды музея подразделяются на основной, научно-спомогательной и временного хранения. В инструкции по учету и хранению дается следующая характеристика. Основной фонд – это совокупность культурных ценностей, находящихся в постоянном пользовании государственных музеев, музеев-заповедниках и других государственных организаций, принадлежащих Республике Казахстан. То есть это те произведения, которые имеют историческую, художественную и культурную ценность. Научно-спомогательный фонд – это совокупность культурных материалов, не обладающие свойствами музейных предметов основного фонда, но помогающие их изучать. Временный фонд – это совокупность материалов, находящихся во временном пользовании. Это могут быть предметы из частных собраний или авторские произведения. Ежегодно хранители в обязательном порядке проводят переучет всех музейных собраний, то есть проверяют наличие и состояние сохранности предметов, сверяют их с книгами поступления, инвентарями, актами и другой учетной документацией. Сверка на наличие музейных предметов проводится комиссия, образованная на основании приказа директора музея. Важную роль в сохранении коллекции музея играет отдел реставрации. Опытные специалисты и реставраторы музея прошли стажировки в ведущих реставрационных центрах России и по праву считаются мастерами своего дела. Ежеквартальный профилактический осмотр фондов музея и экспозиции с целью выявления произведений нуждающихся в реставрации, описаний, сохранности, консервации и реставрации работ – незаметный ежедневный труд специалистов этого отдела. Все процессы их работы отражены в реставрационных паспортах и проводятся под постоянным контролем Реставрационного совета музея. Возвращаясь к работе хранителя, хотелось бы отметить, что актирование произведений, выдача предметов искусства за пределы фондов хранилищ с описанием сохранности, постоянно работа над различной картотекой, составление топографии, фотографирование произведений, выдача на описание, внесение описаний в ручную инвентарную книгу, совместно с научным подразделением комплектация выставок и подготовка к отправке в другие музеи и учреждения. Работа над общим каталогом музея – это только видимая часть работы хранителя фондов. В рамках закона о культуре Республики Казахстан в 2017 году Государственный музей искусств имени Блыхана Костеева приступил по пилотному образцу к работе над государственным каталогом и реестром. Государственный каталог музейного фонда – это электронный информационный ресурс, содержащий сведения о всех музейных предметах и музейных коллекциях, включенных в музейный фонд Республики Казахстан, а также он ведется с целью обеспечения централизованного государственного электронного учета. По разработанным и утвержденным правилам ведения государственного каталога Музейного фонда Республики Казахстан, сотрудники отдела фондов работают над базой данных по всем разделам музейной коллекции. Работа над каталогом очень кропотливая, требует обработки большого объема архивной документации, начиная с 1935 года. В рамках работы над госкаталогом также ведется работа над оцифровкой всего музейного фонда, так как изображение каждого произведения включается в таблицу каталога и реестра. Параллельно с заполнением базы данных ведется большая работа над атрибуцией некоторых музейных предметов, поступивших в прежние десятилетия. Заслуживает отдельного упоминания использования в работе над госкаталогом 3D-архива скульптурных изображений предметов декоративно-прикладного искусства Казахстана. Сегодня цифровизация стала одним из основных трендов. Одним из шагов в создании условий для перехода к информационному обществу стала государственная программа «Информационный Казахстан-2020», утвержденная в 2013 году. В сфере внедрения цифровых технологий наш музей, безусловно, является лидером. Благодаря тому, что наша заявка на создание цифрового архива 3D-моделей скульптурных объектов была одобрена Министерством культуры и спорта Республики Казахстан музея, созданной лабораторией по оцифровке музейных фондов. Это беспрецедентный для казахстанского музееведения проект. И в заключение своего небольшого выступления хотелось бы отметить, что все музейные экспонаты охраняются государством в качестве национального достояния Республики Казахстан. Спасибо за внимание. С вами была Молдашева Гульзира, главный хранитель Государственного музея искусств имени Аблхана Костеева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова